На самом деле, графические методы для описания данных являются, наверное, одним из самых важных методов. Прежде чем вы начнете считать что-то и получать какие-то цифры, вам необходимо посмотреть на то, как это все выглядит. Поскольку ни один самый хороший численный метод не изменяет одного самого главного инструмента, который есть у статистики. Это его глаз. Соответственно, для того, чтобы адекватным образом пользоваться графическими методами, вам необходимо пользоваться каким-то определенным пакетом, который бы мог. Конечно, вы можете вручную все рисовать, как это делалось много лет тому назад. Я еще застал, например, интегрирование взвешиванием. Вы, наверное, такой метод и не слышали. Когда определяется, когда вырезается, рисуется, потом вырезается и взвешивается на микровесах. То есть народ, естественно, как-то старается. Нам, на самом деле, сейчас везет, потому что есть много достаточно таких мощных и относительно бесплатных статистических пакетов. Правда, я здесь сразу же должен сказать, отношение к статистике по принципу Excel – это наше все. Мне не очень нравится, потому что, как вы увидите, по иллюстрациям, которые я буду приводить, Excel просто не может нарисовать часть тех рисунков, которые необходимы. Поэтому надо пользоваться пакетом. Просто, чтобы было понимание в аудитории, какими пакетами вы пользуетесь. Значит, те, кто пользуется статистикой, лицензионное соглашение, сразу же проверьте, есть ли оно у вас. Потому что, если у вас его нет, то тогда у вас большие проблемы. А те, кто пользуется СПСС, проверьте наличие лицензионного соглашения. Те, кто пользуется статой, проверьте наличие лицензионного соглашения. Есть два варианта, как обойти все проблемы с лицензионными соглашениями. Вы увидите, потом, если организаторы смогут, они вам отдадут вот эти презентации сами. Там увидите, на полях будет код, который генерирует рисунки, которые я буду показывать. Два основных решения, про которые вы, может быть, слышали, может быть, нет. Первое – это система R, которая сейчас является одной из наиболее быстро развивающихся статистических систем. Настолько, что уже даже в научно-медицинских публикациях все чаще мы видим переключение на систему R. И сейчас биостатистики, которые работают над разработкой новых алгоритмов, они в основном готовят новый алгоритм. Они его реализуют в системе R так, чтобы он сразу же стал доступен тому, кто читает книгу или статью с новым алгоритмом. Вторая система – если вы читали в более-менее большом количестве статьи, которые опубликованы нашими американскими, в первую очередь, коллегами, и в области той же самой клинической онкологии, то там обычно фигурирует один и тот же пакет – это SAS. Проблема SAS заключалась до недавнего времени в том, что стоит он бешеных денег, совсем бешеных денег. Но недавно, понимая, что R его теснит на как бы этапе университетском, они придумали это два года тому назад. Произошло два решения. Первое – это SAS University Edition, бесплатная версия, которая устанавливается из-под виртуальной машины. А второе – это SAS on Demands for Academics. Лицензионное соглашение обоих предусматривает возможность вообще для университетских исследователей пользоваться – это облачное решение. А SAS University Edition формально для обучения, но и тоже для некоммерческого использования. Поэтому, соответственно, вы можете пользоваться этими пакетами, честно писать, что вы их использовали, и, соответственно, таким образом не будет стыдно, когда вас спросят, а есть ли у вас лицензионная версия. Значит, сами по себе, по задачам графические методы делятся на три основных группы. Это бизнес-графика, это научная графика и это художественная графика. Здесь надо прекрасно понимать, что вот то, что нам показывает любимый всеми нами Excel – это раздел деловой графики. Поэтому он очень хорошо заточен под те задачи, которые решаются бизнес-пользователями, а вот под те задачи, которые решаются пользователями научными, он уже работает значительно хуже. Например, у нас возникают громадные проблемы, если мы хотим нарисовать даже те же самые 95%, ну, так называемый лесной график с 95% доверительными интервалами, или даже построить столбиковую диаграмму с 95% доверительными интервалами, приходится пользоваться вот этим вот самым методом high-love-close, когда устанавливается low-close внизу, low-high, а затем open-close вместе, два раза дублировать. Нарисовать, конечно, можно, но это действительно как-то становится так немножко неудобно. Поэтому, кстати, большинство тех, кто делает иллюстрации, делают их в Excel, и они оказываются какими-то, ну, как прошлого века, потому что эта графика была разработана действительно в конце прошлого века у Ильяма Плейфера. Значит, научная графика – это то, о чем мы с вами будем сегодня в основном говорить. И, наконец, в ряде журналов, в особенности ориентированных на так называемую широкую публику, используется художественная графика, когда предоставляются научные данные, могут предоставляться и научные данные, но они иллюстрированы таким образом, чтобы привлечь внимание читателя. Значит, когда мы говорим про научную графику, у нас, естественно, мы должны помнить про некоторые задачи, которые стоят перед научной графикой. Первое – это точность отображения материала. Под точностью отображения материала я понимаю тот факт, что в отличие от бизнес-графики, да, задача бизнес-графики, например, тех же столбиковых диаграмм, когда вы делаете это для презентации перед вашими акционерами, вам нужно показать, насколько выросли ваши продажи. Поэтому, соответственно, вы берете, если у вас в прошлом году продажи составляли там 60 тысяч, а в этом году составляют 70 тысяч, вы ставите 60 тысяч вниз, маленькое, 70 тысяч наверх, и между ними громадные различия, несмотря на то, что в реальности это рост, предположим, там где-то около одного процента. Точность отображения материала означает, что нулевая шкала должна находиться в нуле, и, значит, соответственно, тогда различия, они будут визуально правильно заметны. Это относится ко всем таким графикам. Второе – это информативность. Для научной графики чрезвычайно важно, чтобы на графике не было лишних деталей. Да, вот этим оно будет отличаться от художественной графики. Всякие летающие птички, да, таблетки нарисованные – это все хорошо для художественной графики, для того, чтобы привлечь внимание, но это абсолютно не нужно на научной графике. И поэтому основной принцип, по которому строится научная графика – это так называемый принцип экономности или соотношения данных чернила. Да, то есть плотность данных на единицу чернил должна быть максимальной. Поэтому, как я вам скажу позже, круговая диаграмма – это не инструмент научной графики. Несмотря на то, что люди ее очень любят, на самом деле редактора научных журналов еще в конце 80-х, в начале 90-х годов отказались от использования круговых диаграмм. Почему? По одной простой причине. Круговая диаграмма – это несколько процентов. Проще эти проценты нарисовать в таблице, а не занимать большой кусок места вот этой самой диаграммой. Соответственно, у нас есть несколько целей для того, чтобы мы работаем с научной графикой. Это может быть либо анализ данных, когда он помогает нам. В этой ситуации мы не задумываемся над тем, как эти данные нарисованы, как их будут воспринимать, какие подписи по осям, на каком языке сделаны подписи по осям. Потому что, ну вот, открываешь российский журнал, а там рисунок и подписи по осям на английском. Я, конечно, понимаю, что нужно развивать в наших врачах способность читать по-английски, но выглядит как-то немножко странно. То есть, иными словами, а это происходит от того, что используют программу, да, ну вот я, например, буду во второй части говорить про мета-анализ, референс-менеджер. Но он на английском языке, поэтому он, соответственно, все подписи по осям всегда делает на английском. Соответственно, нужно иметь инструмент, который мог бы вам для публикации сделать все правильно. Для самих себя, да хоть там будет написано прр-вр-др-мр. Вы сами разберетесь, что это такое, и, соответственно, все хорошо. Для представления данных уже надо будет думать. Значит, в качестве анализа данных у нас, возможно, несколько вариантов. Первое – это просмотр и ориентировка в данных. Вот к таким графикам будут относиться, например, те же самые гистограммы, те же самые графики ядерной плотности, которые я вам буду чуть позже показывать. Следующее – это обнаружение закономерностей, выявление закономерностей. Никогда не делайте корреляционный или регрессионный анализ, пока вы не посмотрели диаграмму рассеяния. Она вам может показать, что многие допущения, которые предполагаются для построения, для применения регрессионного анализа, они не выполняются. Ну, например, классическим может оказаться, что вроде бы связь есть, но они вот так вот расходятся. Нарушение допущения равномерности разброса данных. Гетероскидоксичность, если любите красивые слова. А на самом деле, для того, чтобы пользоваться стандартными, например, регрессионными методами, у нас разброс данных должен быть вот так, ровненький. А если он вот так вот расходится, что-то уже здесь не то. Мы глазом посмотрели, мы это увидели, мы поняли, что здесь что-то не то. Ну и, наконец, мы можем графически строить разные модели и оценивать, сравнивать их. Это анализ данных. Это вы делаете для себя, и вы это как следует, может быть, даже и не оформляете. Следующий этап, который идет, это представление данных. Когда вы эти рисунки, отобранные какие-то рисунки, вы направляете для публикации. И здесь, если вы выступаете, должно быть какое-то эстетическое стимулирование аудитории, поэтому здесь, возможно, разноцветные рисунки, здесь как раз, возможно, какие-то добавления. Здесь должно быть убеждение, и тогда вы можете, в отличие от журнальной статьи, где вы соблюдаете все, внимательно делаете, потому что у читателя есть время внимательно посмотреть эту статью, то когда у вас идет презентация, вы можете себе позволить, например, подрезать оси, только чтобы это было видно, естественно, что оси подрезаны. Потому что вы в тексте все равно скажете, что происходит на самом деле. Ну и, наконец, у вас идет информирование с демонстрацией эффекта. Ну вот, в качестве эстетики, пожалуйста, это из вчерашней, нет, прошу прощения, недельной давности журнала Economist, график, который, на самом деле, очень характерен. Вы увидите такой рисунок, вы будете знать, что это из журнала Economist. У них дизайнеры свои, и поэтому, например, у статы, статистическая программа, у нее даже есть стиль оформления рисунков Economist. Да, вы его делаете, он вам делает рисунки а-ля журнал Economist. Вот, этот график, который показывает стоимость генерических лекарственных средств и оригинальных лекарственных средств, да, в особенности из последних, как вы видите, статья, откуда взяты данные, это глобальные различия в стоимости онкологических лекарств, да, но стоимости выражены в долларах, откорректированных на приоритет покупательной способности. И задача вот этого рисунка показать, что хотя основные, да, вот, да, вот как бы кажется, что американцы платят очень много на одного человека, в реальности, в единицах на душу населения они платят, вот в откорректированных единицах, они платят значительно меньше, чем китайцы или индусы. Да, вот, пожалуйста, вам график, он сконцентрированный с одной стороны, с другой стороны, он красиво выглядит. У меня не будет таких красивых графиков больше. Вот, значит, теперь по типу анализа мы можем разделить все наши графики на два основных типа, потому что три вариантные, из-за того, что мы обычно работаем с бумагой, у нас обычно двухмерное пространство, поэтому чаще всего у нас три вариантные анализы не используются, у нас идет унивариантный анализ, это описание данных, описание количественных данных, чаще всего используются графические методы, и качественных переменных, немножко реже, в основном столбиковые диаграммы. При более распространенной методикой является бивариантный анализ. И в этой ситуации у нас могут быть различия между тем, что у нас количественные переменные, количественные против количественной, уже упоминавшиеся еще тот, что мы будем рассматривать с вами, диаграмма рассеяния, как классический представитель. У нас может быть зависимость количественной от качественной переменной, очень часто столбиковые диаграммы, на которых рисуют средние, или, что еще лучше, так называемые лесные графики, среднее значение, 95% доверительный интервал, относятся к такой группе. И, наконец, у нас могут быть просто качественные переменные. Качественные переменные, я вам покажу несколько таких графиков, такие, как диаграмма сита, диаграмма мозаика, четырехпольная диаграмма и целый ряд других. Ну, да, вот разница между аналитическими и публикационными графиками заключается в том, что вот здесь вот, соответственно, аналитический график, который нарисовала программа, а это вот публикационный, для того, чтобы его изготовить, надо приложить некоторые усилия. В чем разница? Здесь соединены, да, это группа женщины и мужчины, активное вещество и плацебо. И, видите, линия соединяет женщин и мужчин. В реальности это ошибка с точки зрения теории изображения. Потому что нельзя соединять мужчин и женщин, потому что это означает, что вот здесь вот находятся гермафродиты. И вот, соответственно, их эффект. Да? Не забывайте, пожалуйста, по этому очень нас любят линейные графики. Так вот, всегда подумайте, можно соединять? У нас посередине между этими линиями, между этими точками есть что-то? Или по оси Х у нас идет категориальная переменная, да? Дискретная переменная. Потому что у нас любимое мероприятие, это всегда дискретные переменные превращать в непрерывные. Самый знаменитый, этот метод, самый знаменитый показатель, который я очень люблю, это 2,5 женщины, 2,5 ребенка на одну женщину. Показатель рождаемости, да? Вот я, сколько не смотрю, в Питере ни разу не видел разрезанные коляски. Вот двойные коляски видел. Такое, чтобы разрезанные дети полуребенка ездят, я не видел. Вот. Но с другой стороны, когда мы это другим людям не показываем, мы прекрасно понимаем, что вот здесь ничего нет. И нам самое главное, что мы видим, что направления эффекта, да, вот они линии, они идут примерно параллельно, хотя немножко под разным углом. И за счет этого мы увидим, что эффект примерно одинаковый, однако у женщин он, соответственно, немножко больше, чем у мужчин. Значит, соответственно, вот здесь вот на этом графике уже так все точечно разбиваться не будет, но здесь уже все, столбики стоят, 95-процентные давительные интервалы, в принципе, информация примерно та же самая. Теперь, когда мы начинаем говорить про унивариантный анализ, здесь у нас есть два варианта. Мы изучаем в унивариантном анализе качественную переменную, да, графики в аналитической стадии не используются, неэффективно, как я уже говорил. Для презентации можете быстренько показать круговую диаграмму. Знаете, из серии, как видно на этом слайде, большинство обследованных были женщины. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, да, соответственно, пока вот эти там 10-2 секунды, пока он горит, видно, что большая часть действительно-таки женщины. Вот. А вот количественные переменные, да, количественные переменные, для них используются разные типы графиков, гистограммы, точечные графики, графики ядерной плотности, диаграмма ствола с листьями, коробчатая диаграмма. Гистограмму знают все, точечный график кое-кто видел, график ядерной плотности почти уверен, что видели значительно меньшее количество людей в этой аудитории. Диаграмму ствол с листьями может быть видели, коробчатую диаграмму должны были видеть. Да? Вот. Значит, я, соответственно, буду пролистывать с определенной скоростью. Ну, поэтому гистограмма, да, видите, никаких сложностей нету, обычная, нам знакомая. Внизу идет просто, опять-таки, я еще раз подчеркну, если вам вы возьмете, скачаете, установите у себя программу R, из коробки она у вас сможет рисовать такие графики. Да? Команда, соответственно, гистограмма. Ну, вот немножко более сложная гистограмма, да, большее количество наблюдений, большее количество классов, можно делать подписи на русском языке, обратите, пожалуйста, внимание, да, то есть, вот они, обязательные подписи на русском языке по осям. Вот. В чем проблема гистограммы? На самом деле, картина меняется в зависимости от числа классов. Поиграйте числом классов, и у вас гистограмма будет то вот так, то она будет как-то вот так, да, и, естественно, возникает вопрос, а какая гистограмма правильная? Потому что то, что обычно используется для деления на классы гистограммы, так называемые эмпирические правила. А эмпирические правила означают, что мы посмотрели, так вроде бы неплохо получается. Вот. Значит, визуальная оценка гистограммы по этой причине затруднена. И, кроме того, показатели, измеряющиеся с ошибкой, могут оказаться не в том классе. Ну, мне всегда очень нравится деление на классы, да, вот когда у нас артериальная гипертензия, отсутствие артериальной гипертензии, да, то есть, если у нас артериальное давление 89, это еще нет артериальной гипертензии, а если оно уже 90, то она уже есть, да, а, соответственно, в результате этого может оказаться, что человек, у которого было 90, у него на следующий день не измерили 89, и он уже излечился. Да, по этой причине, да, нам надо иметь каким-то образом не четкое деление на классы, а какое-то сглаживание. И вот, соответственно, идея, которая появляется при этом, вот этот, так называемый, точечный график. Идея точечного графика сама по себе очень проста. Мы берем каждое значение по отдельности, уникальные значения, а затем, сколько их есть, столько и наносим. Да? То есть, соответственно, мы точно знаем, что значение, вот здесь вот 40, у нас было раз, два, три, четыре значения, точно 40. Да? А, соответственно, точно 39, у нас было 5. А вот дальше идет очень интересная штука. Вы уже проходили и, наверное, обсуждали по поводу нормального распределения. Ну и вообще каждый нормальный человек знает нормальное распределение. Так вот, предположим, что наши значения, вот эти вот, измеряются с некой ошибкой, реально. Вот это вот наиболее вероятное значение, но в реальности вполне возможно, что были бы небольшие отклонения в одну и в другую сторону. То есть, мы вокруг каждой этой точки можем нарисовать вот нормальную кривую. Да? Тогда, соответственно, вокруг этой нарисовали, вокруг этой нарисовали, вокруг этих двух нарисовали, она уже будет больше. Понятно, что вокруг этих двух будет накладываться на эту. А затем мы рисуем огибающую по вот этим вот как бы размазанным кривым, по большому количеству размазанных кривых. Вот это вот огибающий называется графиком ядерной плотности. Вот он, как получается. Видите? Вот она сглаженная. Это та же самая гистограмма, но она как бы все время приравняла друг к другу края, и поэтому сгладила их. И, глядя на этот график, нам уже немножко легче заметить. Это реальные данные, уровень холестерина среди мужчин 45-49 лет. Обратите, пожалуйста, внимание, как бы колоколообразная кривая, в особенности вот эта вот ее нисходящая часть. А вот здесь вот, видите, уже появляется небольшой печок. А затем вот еще один печок. А вот здесь вот вообще полное впечатление, что здесь есть еще одна группа с высоким уровнем холестерина. То есть, глядя на этот график, нам, во-первых, легче заметить гетерогенность. То есть, мы видим, что здесь появляется, судя по всему, некая подгруппа с высоким уровнем холестерина, а не просто расширенное распределение, расползшееся распределение. И, соответственно, тогда вот этих вот лучше как-то выделить, потому что у нас не гомогенная группа, вообще, на самом деле, не унимодальная по большому счету распределение. А во-вторых, мы все-таки видим, что большая часть наших значений, она определяется, то есть, некая средняя общая у нас есть. Ну вот, более сглаженное значение. Следующий график. Знакомый? Не очень знакомый. Называется он ствол с листьями. График ствол с листьями. Вид этого графика, как вы видите, он следующий. Мы начинаем так же, как в точечном графике, только единственное, что мы не каждое отдельное значение, а мы выбираем так называемый ствол. Ну, например, у нас есть значение холестерина в миллиграммах на децилитр. И вот, соответственно, у нас есть десятки, да, от 110 до 120, от 120 до 140, от 140 до 160. Это вот мы выбрали ствол, некий промежуток. А затем мы просто начинаем наносить последнюю цифру, да, вот сюда. То есть это 101, 101, 101, 102, 102, 107, 108, 109, 109, 111, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 114, 114, 114, 115, 117, 117, 117, 117, 118. В результате что мы получаем, да? Во-первых, все наши данные на этом графике полностью, они все изображены. А если вы, ну, обычно, когда не фиксированы этот самый, я просто поворачиваю сам аппарат, и вы поймете, что если вы вот так вот голову повернете, это гистограмма. Да? То есть вот эта методика, которая на небольших группах комбинирует лучшее из всех возможных миров. Да? У вас все данные на экране. То есть если вам кто-то спросит, а сколько у вас было человек с уровнем холестерина свыше 300 на этом графике, да, в отличие от гистограммы вы тут же скажете, свыше 300? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А был ли у вас хоть один свыше 420? Да, один был. А точно какое у него было значение? 443. Да? То есть, соответственно, этот график, он очень удобен и для самих себя, и для знакомых с ним слушателей. Один единственный минус у этого графика. Он подходит для небольших групп. Понятно, что когда у вас в одной группе будет, скажем, тут больше 80, 200, ну, цифры, да, то тогда, соответственно, им уже пользоваться будет сложно. Но, тем не менее, этот график является эффективным средством представления данных, по крайней мере, на аналитическом этапе для самих себя. Следующий график, который вы уже видели, который вы прекрасно знаете, это коробчатый график. Да? Или его правильное русское название ящик с усами. Ну, да. Ну, то есть, бокс-энд-вискер-плот, да, поскольку бокс-коробка, или ящик, уискер-усы. Существуют две формы коробчатого ящика. Предложен был он статистикам Тьюки в свое время в рамках исследовательского анализа данных. Первая форма, так называемая скелетная форма. Наиболее простая для понимания. Мы... Ой, прошу прощения. Значит, мы находим медиану, она у нас делит вариационный ряд ровно пополам. Мы делим верхнюю половинку пополам, получаем верхний квартиль, нижнюю половинку, нижний квартиль, да, затем берем максимальное значение, до него проводим линию, до минимального значения, до него проводим линию. Соответственно, центральные 50% заключаются в коробку, верхний 25%, нижний 25% — это усы. Минус такой формы заключается в том, что если у нас есть вылетающие наблюдения, у нас будет очень длинный ус, который нам будет мешать восприятие. Поэтому была разработана так называемая схематическая форма. В рамках схематической формы, да, начало построения точно такое же. Мы строим коробку. Однако затем, после того, как мы построили коробку, да, мы берем межквартильное расстояние, да, это высота коробки, и откладываем полтора межквартильных расстояния вверх и полтора межквартильных расстояния вниз. Полтора вверх, полтора вниз, это мы рисуем то, что называется оградой. Сенс. Мы ее на самом деле на рисунке не оставляем. Затем, соответственно, максимальное значение внутри ограды становится верхней границей уса. Минимальное значение внутри ограды становится нижним значением уса. А те, которые оказываются за пределами ограды, они считаются вылетающими наблюдениями. Такая методика наиболее распространена, и она вам позволяет быстро оценить, что у вас в ваших данных имеются вылетающие наблюдения. Сразу же могу сказать, если у вас есть вылетающие наблюдения, у вас большие проблемы. Да, потому что у вас, соответственно, среднее тут же может поехать, да, стандартные отклонения начинают расползаться, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в этой ситуации данные нужно чистить, если у вас есть вылетающие наблюдения. Ну вот, соответственно, построение коробчатых графиков в системе R построение коробчатых графиков делается при помощи команды бокс-плот, а вот это довольно интересная модификация коробчатых графиков. Это еще сложнее, это ночь бокс-плот, да, то есть, иными словами, коробка с усами и с зазубринами. Да, ну идея здесь, как будто бы здесь вырубили кусок. На самом деле, это не параметрический метод сравнения групп. Мы берем медиану, рассчитывается 95-процентный доверительный интервал медианы, и, соответственно, если два доверительных интервала, вот как на этом рисунке, перекрываются, да, это означает, что между группами, ну там есть определенные вещи, которые нужно проверять, да, если они вот так вот чуть-чуть касаются, да, чуть-чуть захлестываются, то, скорее всего, при формальном тестировании будут достоверные отличия, но вот как ориентировка, да, если они вот так вот сильно перекрылись, все между группами нет, если они не перекрываются, тогда точно будет, будут различия, да, и как вы догадываетесь, естественно, на одном графике мы можем нанести не одну, вернее, не два бокс-плота с зазубринами, да, а три, четыре, пять, десять, пятнадцать и так далее. То есть это очень удобная методика для того, чтобы быстро в скрининговом режиме оценить различия между группами. Да, построение тоже достаточно простое, да, на самом деле единственное, что мне потребовалось сделать здесь в команде, добавить, что есть разрыв. Вот, теперь бивариантный анализ. Значит, когда мы с вами начинаем говорить про бивариантный анализ, у нас есть два варианта. Зависимая переменная, количественная, и мы считаем, что она измеряется без ошибки, или уже убралась эта ошибка, да, средняя. При этом, соответственно, если у нас независимая, ординальная, или любая другая дискретная, столбиковая диаграмма или диаграмма звезда, если независимая, количественная, мы делаем линейные диаграммы. Если зависимая, переменная, количественная, и мы знаем, что измеряется с ошибкой, то тогда мы делаем диаграммы рассеяния или мешковидные графики. Ну, быстренько, да, просто для иллюстрации. Столбиковая диаграмма, это уже нарисовано в SAS, чтобы просто было понятно, да, там, если возьмете мою презентацию, код, который генерирует этот рисунок, он показан в примечаниях к рисунку. А вот, ну, вот это вот эровская диаграмма, да, частота на 100 тысяч, количество преступлений, да, и заболеваемость с сифилисом, низкая, средняя, высокая. Видите, между убийствами и заболеваемостью с сифилисом существует тесная связь. Вот. Значит, ну, это что-то совсем по цвету исчезло. Вот это вот должно было быть зеленым. Это вот должно было быть зеленым. Это так сейчас Минздрав требует представления отклонения от нормы в отчетах по клиническим испытаниям, да, вот это вот зелененькие, соответственно, это нет отклонения от нормы, а затем незначимые отклонения, это вот нет данных, незначимые отклонения от нормы, вот эти вот желтенькие, А вот это должно быть красное, оно значимое отклонение от нормы. Но опять-таки для того, чтобы эксперты Минздрава могли быстро просмотреть эти рисунки. Ну, понятно, знакомый вам тип рисунка, столбиковая диаграмма с 95% доверительными интервалами. Тоже хороший. Когда рисуете столбиковые диаграммы, научные, все-таки, пожалуйста, 95% доверительные интервалы не забывайте. Без них информативность очень маленькая. Ну, линейная диаграмма, мой любимый рисунок, во-первых, потому что он из 50-х годов, из книжки по графическому представлению данных 50-х годов, а во-вторых, то, что он демонстрирует, как быстро все меняется. Обратите внимание, смертность от туберкулеза и от рака в Соединенных Штатах. Видите, одно падает, другое нарастает. Вот, и была гипотеза о том, что туберкулез защищает от рака легких. На основании вот подобных изображений. Сейчас уже всем смешно. А тогда такие гипотезы были. Поэтому, я почему это всегда показывает рисунок? Очень аккуратно интерпретируйте рисунки, да? Корреляция не есть каузальные связи. Из-за того, что А связано с Б, не означает, что А вызывает Б, или Б вызывает А. Вполне возможно, есть С, которая вызывает и А, и Б. А вполне возможно, что это вообще случайность. Вот. Ну, другие линейные графики, которые более вам, может быть, знакомы. Изменения откорректированного интервала QT по неделе и по лечению. Классическое представление, да? Мониторирование побочных эффектов у лекарственных средств в клинических испытаниях. Диаграмма звезда. Диаграмму звезду необходимо использовать, когда у вас что-то есть циклическое. Предположим, вы что-то измеряете с понедельника по воскресенье, да? Рисовать при этом понедельник, вторник, среда, четверг столбиковую диаграмму неправильно, потому что мы начинаем неделю в понедельник. Некоторые начинают неделю в воскресенье. А у некоторых вообще с суббота неделя начинается. А у некоторых, может быть, вообще вечером в пятницу. Да, то есть, иными словами, это циклический показатель. Поэтому, соответственно, циклический показатель нужно рисовать циклически, чтобы не было начала. Тогда мы используем диаграмму звезда или ее близкого родственника, диаграмму паутина. Ну, то же самое, только не по краям, а посередине наносит. То есть, вот эти линии идут до самого конца, а пересекающая линия остается так же, как здесь. Значит, основой представления диаграмм связи, диаграмма рассеяния, которая базируется на том, что для графика на плоскости только два значения, которые определяют их координаты х и у. Так, ну, поскольку со временем у меня совсем плохо. Я 14.10 или 14.20? 20. Ну, хорошо, хорошо. Ну, я быстренько, потому что вот это все знают. Да, тут просто единственное, что, опять-таки, обращаю внимание, что здесь вот можно нарисовать. Видите тоже, как вылетающие данные. Вот смотрим на такой рисунок и сразу же понимаем, что что-то тут не то. Вот просто так линейный график рисовать не стоит, потому что вылетающие наблюдения вот там, они могут подтащить кривую либо вверх, либо там где-то вот здесь вот могут поднять. То есть, могут быть так называемые рычаги, которые будут менять направление графика. Ну, вот диаграмма рассеивания с регрессией. Кажется, что здесь все более-менее нормально, хотя вылетающие наблюдения вот здесь вот тоже. Но оно, поскольку находится посередине, оно не может сильно повлиять. Оно будет влиять только на оценку стандартной ошибки, да, а не на саму линию регрессии. А вот видите, на самом деле, насколько я ошибся. Это так называемая диаграмма рассеивания с нелинейной регрессией. Lois-регрессия, видите, немножко изгибается. Вот здесь вот видно. То есть, она не совсем линейно идет. Всегда повторяйте Lois-регрессию. Процедура SG-плот в SAS University Edition очень хорошо позволяет рисовать их. Никаких сложностей. Один раз освоили x-тота, y-тота, а затем указываете, да, Lois, x-тота, y-тота. Скатер, x-тота, y-тота. То есть, проблем особых не возникает. Тут точно так же можно рисовать эллипс, который вам покажет, есть связь или нет. Вот довольно интересный вид графика. Правда, он реализован нормально только в системе R в соответствующем пакете. Это так называемый мешковидный график, backplot. Это двухмерный коробчатый график. Коробчатый график, он одномерный, а здесь двухмерный. То есть, вот это вот аналог коробки. Это вот аналог усов, ну, вернее, ограды. И если бы у нас были вылетающие наблюдения, они бы в виде красных точек оказывались бы за пределами этого рисунка. То есть, соответственно, вы тоже можете проверить допущение, что все укладывается в линейный график, как оно здесь. Ну, так, для интереса контурные графики. Это те же самые данные, это одни и те же данные. Это связь между систолическим и диастолическим артериальным давлением. И вот такой вот красивый контурный график. Это тоже связь между систолическим и диастолическим давлением. Обратите внимание, по этому графику мы тут же видим, что в большинстве случаев у нас практически линейный пик, но есть отклонения. Здесь вот начинает ходить. Очень неплохой методикой является так называемая корреляционная матрица, когда вам нужно посмотреть сразу же связь между большим количеством показателей. Так вы рисуете корреляционную решетку и ползаете по этой корреляционной решеткой с маркером, отмечая те, которые меньше 0,05. Это некий аналог, только в отличие от маркера, который отмечает вам меньше 0,05 и больше 0,05. Видите, здесь есть изменение цвета в зависимости от значения коэффициента корреляции, но он будет параллельно коррелировать, поскольку это одна и та же выборка со значимостью коэффициента корреляции. И мы видим высокая значимость, отрицательная высокая значимость между холестерином липопатидом высокой плотности и коэффициентом атерогенности. Но вот что интересно, это пирсоновские коэффициенты корреляции. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, следующий график. Это спирменовские, то есть непараметрические коэффициенты корреляции. Видите, здесь уже мгновенно появилось значительно более розовое, то есть более отрицательное. То есть, соответственно, вот такие графики, вот на эту часть не смотрите, вот только здесь рисуются эти картинки. Так глазом легко сориентироваться, где у нас положительные связи зеленоватые, где у нас отрицательные связи. И поэтому быстрое восприятие информации становится легким. Аналогом такого являются так называемые панели корреляционных, диаграмм рассеяния, когда тоже вот такая же матрица, только там нарисованы разбросы. Теперь, если мы говорим про представление связи между переменными, между качественными переменными, несколько графиков, вам покажу быстренько. Диаграмма мозаика, диаграмма сита, четырехпольная диаграмма и триплод. Диаграмма мозаики. Идея очень простая. Размеры прямоугольников – пропорциональной численности групп, размеры по горизонтали – пропорциональной численности групп. Значит, мы вначале берем, вот у нас, например, четырехпольная таблица. 5, ну, 5-45, 45-5. Здесь, соответственно, 50-50. Значит, мы берем, делим ровно пополам. А здесь у нас 5 и 45, 45 и 5. Если бы у нас выполнялось правило независимости столбца и строк, 50-50-50, то тогда бы у нас получилось 50-50-50-50. Крест. Вот так вот. Здесь у нас, как вы видите, идет отклонение от креста. Вот чем больше отклонение от креста, тем, соответственно, выше отклонение от гипотезы о независимости строк и столбцов. Другими словами, тем выше связь между строками и столбцами на этом графике. Понятно, что для четырехпольного графика это все рисовать не очень. Это все, ну, хотя тоже, вот видите, да, сразу же видно, что это есть. А вот немножко более сложная задача, но, правда, облегченная вам для того, чтобы еще подсвечено. Сильное отклонение в том, что это избыток, сильное отклонение в том, что это недостаток. Это любимый набор данных, его все показывают. Взаимосвязь между цветом волос, цветом глаз и полом. Вот, значит, смотрите, кого у нас не хватает? У нас не хватает блондинок с карими глазами. Я всегда говорю, этот рисунок четко подтверждает, что если видишь блондинку с карими глазами, ничто так не красит женщину, как перекись водорода. Вот, а вот кого избыток? Это блондинки с голубыми глазами. Видите? Значительно больше. Вот, ну и так далее. То есть, иными словами, вы можете достаточно быстро ориентироваться на эти рисунки. Да? На сложные таблицы. Это все-таки три таблицы, да, по нескольку показателей в каждом. Близким другом является так называемая диаграмма ситы. Значит, здесь каждый квадрат пропорционально ожидаемой частоте. Значит, если у нас тут 50, 50, 50, 50, мы ожидаем, что здесь будет 25, здесь 25, здесь 25, здесь 25. Да? Соответственно, в особенности для черно-белых рисунков, да, эта методика оказывается достаточно быстрой для представления, эффективной для представления данных. И вы уже понимаете, здесь не хватает, здесь избыток, и здесь избыток, здесь нехватка. Да? И аналогичным образом, да, вот тот же самый график, который у нас был. Четырехпольная диаграмма. Четырехпольная диаграмма, любимая всеми эпидемиологами. Таблица 2 на 2. Только здесь вот, соответственно, у нас, как бы, площадь пропорциональна реальному значению. И, соответственно, мы видим, что здесь у нас избыток вот этих вот товарищей. Здесь у нас недостаток, здесь у нас недостаток, здесь опять избыток. Вот эти вот линии, это 95-процентные доверительные интервалы. Соответственно, если они не перекрываются на этом графике, это означает, что между строками и столбцами есть связь, да, и она значимая. Опять-таки, для одного, для одной таблицы не очень удобно, но когда у вас есть несколько таблиц, для вас это может оказаться удобным методом представления данных. Для быстрого скрининга, да, поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь. Очень неплохо реализована методика в пакете VCD в системе R. Лучше, чем в SAS реализована. Хотя исходно автор вот всех этих графиков, Майкл Фрейли, он писал код для SAS. Но работать удобнее, сэр. Ну, потому что там позже делали немножко. Вот, ну, наконец, еще один триплот. Триплот – специфический график, который используется в том случае, если у вас есть три исхода. Да, вот, например, у вас есть три исхода. Это улучшение отсутствует, некоторое – и значительное. И затем вы можете увидеть на графике разные группы. Групп может быть сколько угодно. Ну, например, мужчины, получающие плацебо, женщины, получающие плацебо, мужчины, получающие активный препарат, женщины, получающие активный препарат. Да, и они будут находиться ближе к одному из этих углов, да, какой был больший эффект. То есть, грубо говоря, если они будут находиться ближе к этому углу, то это значит, что эффект скорее отсутствует. Если ближе к этому углу, то тогда эффект больше, скорее, значительный. Ну, вот. Видите, вот так вот выглядит реально изображенный этот график. Мы видим, что женщины, находившиеся на активном препарате, были ближе к активному. Женщины на плацебо ближе к отсутствию эффекта. Мужчины на плацебо совсем близко к отсутствию эффекта. Мужчины на препарате ближе все-таки лучше. но и значительное и некоторое улучшение. То есть, соответственно, такой график нам позволяет много описать по этим исходам. Когда и такой график хорош, если аудитория хотя бы примерно знакома с таким графиком, его очень удобно описывать лучше, чем таблица, потому что тогда аудитория знает, а вам есть что поговорить, когда этот график появляется на экране. Другие типы графиков очень быстро. Просто чтобы показать, что это все вы можете нарисовать сами и в рамках одного и того же пакета. Рок-кривые. Ну, все прекрасно знают, что есть правильное описание, правильное сравнение диагностических методов и сравнение диагностических методов без того, чтобы рисовать рок-кривые и подсчитывать площадь под кривой. То есть это является обязательным компонентом сейчас. Ну, вот, пожалуйста, вам в R есть специальная библиотека, пирог, которая позволяет вам нарисовать, причем обратите внимание, все, что вам надо для того, чтобы нарисовать такой график. Вот, чтобы вы просто понимали. Загрузили библиотеку, затем сохранили результаты анализа, которые вызывают с командой рок, зависимая переменная, тильда, независимая переменная. И сказали, нарисуй нам этот объект и укажи по оси Х специфичность, по оси Y чувствительность. Все. Да? Три команды. То есть люди обычно боятся команд. Но вот запомните, пожалуйста, здесь три команды, которые вам нужны для того, чтобы сделать такой рисунок самим. Ну, это вот как раз результаты расчета. Можно сглаженную кривую сделать. Можно несколько кривых нарисовать, но вот это не очень хорошо, потому что обе черных не разберешься. А вот так уже значительно лучше. Правильно? Такая и в черно-белом варианте будет хороша, и в цветном варианте еще лучше. Кривые выживаемости вы будете разбирать очень подробно, поэтому я на них не останавливаюсь, да, но тоже можете их рисовать. Но, естественно, не смог удержаться. Просто кривая выживаемости и красивая кривая выживаемости из «Экономист» 2015 года. Да? Сравнение препаратов. Вот это иммунная терапия. Статья которой называлась «А затем их стало пять». Под именем «Пять методов лечения злокачных новообразований». Вот. Модель Кокса с соответствующим рисунком. Пузырьковые графики. Лесные графики. Это мы с вами полосковые, ладно. Временные параметры, которые рисуются для пациентов, очень характерны для клинических испытаний. Будете сталкиваться с отчетами по клиническим испытаниям. Такие увидите. Ну и, например, вот такие. Очень удобный график. Это нежелательные явления. Это вот реальные данные по одному из пациентов, который получал радиофармацевтический препарат для того, чтобы бороться с болями при метастазах в кости. Видно, что количество НЯ здесь достаточно большое. Видно, что они все начались после того, как началось применение препарата. Но, с другой стороны, тяжесть большинства НЯ, ну, это зеленый цвет. Вы мне поверьте, пожалуйста, на слово. Вот. Это не красный. Да, это зеленый цвет. Большинство из них, соответственно, только первые степени тяжести по CTCAE. Вот. Желтенькие вторая, соответственно. Красных нету. То есть, вот такие графики, вы их просматриваете. Это на каждого пациента, естественно, делается. Особенно характерно для первой фазы клинических испытаний. Но, тем не менее, они позволяют вам быстро оценить, что происходило с точки зрения нежелательных явлений с пациентами. Ну и, наконец, последнее, что я хочу вам показать. Это так называемые классификационные деревья. Некоторое время тому назад мы про них даже не рассказывали, как метод графического представления данных, потому что рассчитывать их было сложно, тяжело. Что такое классификационные деревья? Классификационные деревья – это метод, который позволяет вам, когда у вас есть данные, производить, ну, скажем так, генерацию алгоритмов в некоторой степени диагностики. Ну, вот у нас есть, например, исход, наличие или отсутствие заболевания и несколько лабораторных параметров. И мы хотим выяснить, как наилучшим образом сегментировать наши группы так, чтобы у нас с наилучшим образом было предсказано, больные это или здоровые. Обычные методики регрессионные сразу же пытаются все включить. А здесь делается поэтапно. Скажем, на первом этапе берутся все данные и смотрится, каким методом можно наилучшим образом разделить больных и здоровых. По какому показателю? Ага, нашли показатель. Нашли точку разделения. Затем, соответственно, две части оказались. Каждую из них тоже делим всеми показателями. Находим, который наилучшим образом делит. Ну и так далее. И таким образом мы получаем наилучшую классификацию. Правда, не забывайте, что при этом их нужно потом учить. То есть вы делите ваши данные на две группы. На одной вы тренируете, на другой вы проверяете. Потому что в противном случае вы очень легко подгоните, как говорится, подгоните модель под данные. Но, тем не менее, вот такой рисуночек, который вам говорит, что если у вас шифровое основание меньше 31, то тогда мы смотрим на МДА. Если МДА у вас больше 22, то это, скорее всего, наличие заболевания. Если МДА меньше 22, то тогда мы смотрим. И еще раз проверяем. МДА оказывается меньше 20, то тогда мы говорим, что заболевания нет. Если больше 21, тогда оно есть. А вот если шифровы больше 31, тогда смотрим на триглицериды. То есть довольно сложная система классификации, которая легко суммируется на одном графике. Ну и вот такие красивые деревья. Красивое дерево здесь все пропорционально. Количество наблюдений. Чтобы вы могли разобраться в том, какому листу верить, а какому листу, вот тут вот, например, верить не стоит. Очень маленькое количество наблюдений использовалось для сегментации здесь. Соответственно, вывод, который я хотел бы сделать, что в настоящее время исследователям доступны различные графические методы. Их реализация в R и в SAS University Edition позволяет производить качественные графики быстро и просто. Я понимаю, что я просто так вот быстро сделал, проехался. Но я надеюсь, что взяв презентацию и посмотрев, может быть, и попробовав самим, вам станет интереснее рисовать эти графики и значительно легче использовать их в собственной работе. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.